В прошлом уроке, друзья, мы закончили с вами обработку, которая отправляет наши сообщения на электронную почту. Сегодня в этом уроке я бы хотел еще немножко ее доработать. К примеру, давайте сделаем так. Назовем эту кнопку каким-то более понятным именем, чтобы мы понимали, что она, например, делает отправку нашего сообщения. Давайте напишем здесь «Отправить». Будет более понятно. И в модуле было бы хорошо еще написать сообщение, что файл успешно отправлен. Напишем здесь просто «Сообщить». Пишем «Сообщение», «Отправлено». Все, друзья, давайте обновим конфигурацию. Закроем эту обработку и сделаем еще одну обработку. Назовем ее, кликнем «Добавить». Название можно просто дать «Обмен 2». Здесь не имеет значения. В заголовке мы напишем, что это будет «Получение» или «Получить». Так, идем на форму. Создаем форму для этой обработки. Добавим команду. Так, добавим кнопку, команду. Так, «Обмен 2». Действие на клиенте, процедура на сервере. Присуем заголовок «Получить». И команда «Обмен 2». Хорошо. Перейдем, идем в модуль. И в модуле будем писать следующий код. Нам нужно подключиться к нашему почтовику и забрать оттуда наше сообщение, наш XML-файл. И затем сделать загрузку. Что мы будем писать? Ну, создаем опять переменную. Почтовый профиль, само собой, нужно сначала подключиться к нашему почтовому ящику. Пишем почтовый профиль. Почтовый профиль равно новый интернет-почтовый профиль. Почтовый профиль. Адрес сервера POP3 в первую очередь укажем. Так, я использую. Я отправил сообщение на Яндекс. Почту. Должен здесь написать Яндекса POP3 сервер. Так, пишем. Дальше. Само собой, тоже нужен логин, тоже нужен пароль, чтобы мы могли подключиться, подсоединить и забрать письмо. Ищем здесь пользователь. Пользователь. Имя пользователя. Это логин. Логин пользователя. Так, затем пароль. Какой-нибудь. Ваш пароль. Вспоминаем, что еще нам нужно. Так, нам еще здесь нужно указать порт. Почтовый профиль. У Яндекса это будет 110. 110. Ну и профиль время ожидания. Тоже 20 секунд будет достаточно. Так. Время ожидания. Timeout. 20 секунд. Отлично. Идем дальше. Создаем также переменную почта. Равно. Новый. Интернет почта. Так. Идем дальше. Опять-таки через попытку. Пробуем подключиться к нашему профилю. Попытка. Подключиться. Почтовый профиль. Пишем также исключение. Исключение. Если что. Напишем сообщить. Так. Ну и. Возврат. Собственно. Так. Возврат. Конец попытки. Создадим переменную. Массив сообщений. В этот массив мы будем помещать все сообщения. Так. Массив сообщений. Так. Это будет новый массив. Пишем все сообщения. Так. Переменные. Почта. Выбрать. Так. Здесь напишем. Кроме трилож. А теперь напишем собственно цикл, который мы будем перебирать наши сообщения. Из нашего почтового ящика. Пишем цикл для каждого. И перебирать эту структуру. Сообщения. Все сообщения. А теперь нам нужно сделать вот что. Нам здесь нужно прописать некое условие. По которому. Это критерий, по которому мы будем отбирать именно те сообщения, которые собственно являются нашими сообщениями обмена. То есть мы можем, к примеру, их отфильтровать по теме. Давайте собственно это сделаем. Пишем. Если. По левых символов слева будем вычитать. Так. Если левая. Затем у нас должна быть строка. Строка сообщения. Копируем отсюда. Сообщение. Тема. Сообщение. Тема. Запятая. И число символов укажем. Слева. У нас должно быть в начале нашей теме слово обмен. Там пять символов. Значит ставим цифру пять. Можете открыть свой email и посмотреть название темы. Какое слово первым там идет. И укажем собственно знак неравенства. Если не равно находке в пять символов. Значит это слово не обмен. Так. Не равно. В кавычках. Обмен. Сравнение собственно. Тогда. Пишем продолжить. И конец если. Вот так. Идем дальше. Теперь через попытку. Можно собственно в массив сообщений. Записывать наше сообщение в цикле. Так. Значит пишем. Попытка. Массив сообщений. Добавить. Значение. Это само собой будет вот это наше сообщение. Так. Сообщение. Добавляем в массив. Пишем. Создаем переменную вложение. Равно. Сообщение. Давайте скопируем. Или напишем. Сообщение. По индексу. Обратимся. Индекс начинается с нуля. Сообщение ноль. То есть первое. Так. Извиняюсь. Еще вложение. Здесь нужно написать. Вложение. Вложение. Так. Создаем теперь переменную вложения. Имя файла. Сообщение. Так. Идем. Каталог временных файлов. Каталог временных файлов делаем. Это тоже. Плюс. Вложение. Ноль. Точка. Name. Есть там такое поле. Создадим переменную. Данные обмена. Данные обмена. Пишем вложение. Данные. Так. Затем давайте запишем это все. Данные обмена. Записать. Имя файла. Сообщение. Так. На этом этот этап закончен. Идем дальше. Теперь, друзья, нам нужно прочитать наш XML файл. Значит, создаем переменную чтение. XML. И XML равно новой. Новый. Так. Открываем файл. Чтение. XML. Открыть файл. Имя файла сообщения. Теперь создадим переменную чтение сообщения. Планы обмена. Так. Точно так же, как видите, только наоборот. Когда мы записывали в XML. Теперь мы читаем XML и создаем чтение сообщения в планах обмена. Видите, ничего сложного, особенно такого нет. Так. Ну и чтение сообщения. Чтение сообщения. Начать чтение. Пишем затем планы обмена. Прочитать изменения. Затем пишем завершение. Завершаем чтение. Чтение сообщения. Закончить чтение. И закрываем XML файл. Так. Затем дадим знать пользователю, что загрузка успешно завершена. Пишем функцию сообщить. Так. Ну иначе вызовем исключение. И исключение. В исключении тоже напишем функцию сообщить. Так. Если будет неудача. Пишем конец попытки. И теперь попробуем еще через попытку удалить файлы. Наши темповские. Копируем имя файла сообщения. Затем исключение. Если будет неудача. Напишем сообщить. Или можно вообще здесь ничего не писать и не сообщать пользователю. Это тоже допускается. Так как даже если этот файлик будет неудален. То ничего страшного не произойдет. Пишем конец попытки. Конец попытки. И запишем конец цикла. Цикл можно завершать. Цикл. Что бы еще здесь было бы хорошо сделать. Было бы неплохо сделать удаление. Письма у нас на сервере. На нашем сервере. Кстати я обращу сразу внимание. Что даже если вы не будете удалять письма на сервере. То все равно загрузка будет идти по последних найденных письмах. Так что ничего страшного не произойдет. Даже если письмо останется висеть у вас в папке входящей. На вашем почтовом ящике. Так пишем почта. Удалить сообщение. Так давайте найдем массив сообщений. Вот он наш массив сообщений. Почта удалить. Сообщение массив сообщений. Так ну и отсоединяемся от почты. Почта отключится. Ну вот и все. Давайте выровняем наш текст. Теперь сделаем вот что. Идем на форму. Кнопки получить. Присвоим заголовки. Получить. Напишем. И в обработке обмен 2. На форме. Тоже напишем отправить. Заголовок отправить. Так. Затем что мы еще сделаем. Давайте чтобы сразу было видно из меню сервис. У нас. Что это за обмен. Пишем обмен. Это у нас. Отправить. Отправить. Так. А обмен 2. Получить. Отлично. Так. Давайте проверим синтаксические ошибки. Есть ли такие. Так. Синтаксических ошибок не обнаружено. Значит скорее всего у нас все хорошо. Если друзья у вас возникают какие-то ошибки в коде. Или вы что-то не успели посмотреть. То вы найдете тексты этих двух модулей. В текстовых документах. И сможете их бесплатно скачать. Из этого курса. Итак. Запускаем. Запускаем нашу 1С. Нашу центральную базу. Идем в планы обмена. Выбираем периферийные. И записать изменения. Этот файлик мы сохраняем на рабочий стол. Его нужно передать в периферийную базу. Так как пока периферийная база еще не имеет этих обновлений конфигурации. Поэтому мы не сможем с помощью периферийной базы прочитать эти изменения. Поэтому первый раз придется стандартным обменом. То есть перенести файл физически. Не через email. Так. Сохранить. Отлично. Теперь запускаем нашу периферийную базу. Кликнем планы обмена. Центральное. Прочитать изменения. Так. Прочитать изменения. Центральное, периферийная. Отлично. Теперь идем в конфигуратор. И обновим конфигурацию. Периферийную нашу. Отлично. Запускаем. Ну что ж. Смотрим сервис. Ну вот. У нас есть две обработки. Отправить и получить. Так. Давайте прямо здесь. Прямо в этой периферийной базе. Откроем. Например. Документы расход. Создадим какой-нибудь документ. Ничего записывать не будем. Просто сделаем пустой документ. Расход. И сделаем так, чтобы этот документ попал в нашу центральную базу. То есть воспользуемся уже новым механизмом. Через отправку по email. Автоматический обмен. Кликаем сервис. Отправить. Так. Ну что ж. Сообщение отправлено. Отлично. Так. Теперь идем в центральную базу. Открываем центральную. Кликаем сервис. Получить. Ну вот. Загрузка завершена. Смотрим расход. Документ. Из периферийной базы. Успешно был импортирован. В нашу. Центральную. То есть обмен прошел. Успешно. Без проблем. И видите. Все у нас работает. Двусторонний обмен. Между нашими распределенными базами. Реализован. То есть механизм этот работает. И видите. Теперь. Все что нужно пользователю. Это кликнуть сервис. Отправить. Либо получить. И. Затем пройдут изменения. Как конфигурации. Так и по самой информации. По базе данных. Как еще больше можно автоматизировать данный процесс. Да очень просто друзья. Наверное что вы уже догадались. К примеру можно при старте. При запуске программы. Написать эту. Вызывать эту процедурку. То есть обновления будут проходить автоматически. При запуске 1С. Что еще можно сделать. Можно подключить обработчик ожидания. И хоть каждый час запускать эти обновления. А видите. Все работает. Все у нас получилось. Механизм работает полностью. Не только по передаче. Самих данных. Но и по изменению. В самой конфигурации. То есть изменения конфигурации. Тоже будут. Успешно обновляться. Между вашими распределенными базами.